Запорожье в снегу. По данным синоптиков, за ночь в городе выпало от 6 до 12 миллиметров осадков. За уборку коммунальщики взялись еще вечером 27 января, занимались расчисткой центральных городских магистралей, подходов и подъездных путей к детсадам, школам, больницам, рынкам, учреждениям культуры и социальной сферы. Впрочем, говорят, работы еще хватает. Как убирает город – далее в сюжете. Обстановка в городе напряженная, но контролируемая. Так, мэр Александр Син оценил ситуацию с уборкой снега. Коммунальщики и жилищники трудились ночью и продолжают работу. В первую очередь занимались городскими магистралями, подъездами к больницам, школам и рынкам. Затем сотрудники коммунальных служб приступили к расчистке тротуаров, второстепенных и внутриквартальных дорог. Мы вывели весь состав дворника – это 1371 человек. Уже прочищено 640 тысяч квадратных метров тротуаров, внутриквартальных дорог. Уже задействованы 29 единиц техники. Работаем мы с 3 часов утра. Главное – пошли центральные улицы, потом пошли во дворы. Выйдем на основные магистрали мы расчищаем сразу после Элуада, чтобы можно было заехать во двор и владельцам автомобилей, и также скорой помощи. Мы ставим перед собой задачу в основном локализовать все ситуации до конца сегодняшнего дня. К сожалению, из-за того, что под слоем снега у нас находится гололед, мы до расчистки снега не осуществляем посыпку. Я говорю сейчас о внутриквартальных дорогах, будем делать посыпку только уже во второй половине дня, когда мы расчистим выезды на дороге во дворы нашего города и уже дойдем до льда. К уборке снега подключились запорожские предприятия. Приводят в порядок закрепленные за ними территории. Тяжелая техника заехала и во дворы на улице Магистральной. Спецтранспорт и силы для расчистки дорог предоставил завод «Искра». Мы сначала завод, потому что нужно, чтобы подъезд был к цехам, чтобы люди шли, не падали, посыпка. Это все входит в наши обязанности. Были еще на производственной возле 27-го училища. Полным ходом борьба со снегом шла и возле здания Орджоникидзовской райадминистрации. За расчистку дороги взялись все. Это призыв нашего городского головы. Каждый возле себя должен вести порядок. Наводим порядок возле себя. Порядок навели и на малом рынке. Также мэр поручил дополнительно уделить внимание подходам к базару. Расчищены подъездные пути и возле больницы экстренной скорой медпомощи. Также в клинике подготовились к приему пациентов с травмами. Мы вывели на работу еще один рентген-кабинет. Сейчас у нас работает дополнительно. Врач в травматологическом отделении будет работать дополнительно. Сейчас на данный момент обеспечены полностью рентгеновская пленка, гипсовый бинтаж. Во избежание травм медики советуют запорожцам быть крайне внимательными. Не носить неудобную скользкую обувь или сапоги на каблуках. При ходьбе не торопиться и не держать руки в карманах. А людям пожилого возраста без надобности медики рекомендуют вообще не выходить из дома. Если избежать падения не удалось, стоит немедленно обратиться за помощью к специалистам. Продолжение следует...